и так ну чтож ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш похоже слугам амору и это великолепная игрушечка факторио с модом красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие мало мальчики в какой-то степени изменения я продолжаю здесь строительство сделаю новые базы пытаюсь как-то здесь заниматься но идет у нас не все замечательно здесь конфликт добывающих территории какой-то небольшой есть но в общем тут добывательство идет больше всего изменений космической базы она гораздо увеличилась в размерах относительно предыдущей серии и как раз наши основные действия будет происходить целенаправленно на ней все то что я хочу делать сегодня я хочу делать на нашей космической станции как оказывается у нас здесь есть космические пушки я уже когда-то не говорил но я их слишком недооценил ведь с помощью них мы можем кучу кучу буквально очень классных вещей отправлять именно на нашу космическую станцию и пожалуй этим мы и сегодня будем заниматься также придется немножечко заняться логикой которая позволит нам надеюсь в нужных масштабах функционировать я здесь приготовил в принципе территорию на которой и буду этим всем заниматься по сути у нас есть куча ресурсов которые требуются для производства и эту кучу ресурсов нужно как-то пытаться реализовывать для их реализации требуются ресурсы которые необходимо сюда доставлять в обязательном порядке и все эти ресурсы по сути находится здесь по сути от нас игра требует чтобы мы сделали нашу базу основную нашу базу именно на орбите где мы можем размещать вот эти космические сборочные автоматы на которых крафтится большинство из этих рецептов для размещения базы в нужных масштабах мне нужны и рельсы а рельсы они недоступны то есть и будут доступны очень нескоро но тут есть вспомогательные пакеты и энергетические пакеты по сути мне это очень сильно напоминает любое начало фактория у нас нету рельсов и мы должны как-то выкручиваться а что мы делаем когда у нас нет рельсов правильно шину то есть я хочу сейчас на орбите организовать банально шину с помощью доставочной пушки мы можем доставлять орбиту банальные базовые стандартные предметы типа меди и железо и так далее эти стандартные предметы мы можем объединять более сложные и из более сложных делать что-то уже дальше и так постепенно мы до чего-то дойдем я уверен что такой метод организации базы подходит мне как нельзя лучше и ну в таком случае будем постепенно налаживать производство я не хочу сейчас не заниматься подсчетами и мы будем пытаться сейчас отталкиваться от примерных от уже знакомых мне методов построения базы а именно пока есть ресурс предмет будет производиться первое что я хочу начать производить космические конвейеры пока не знаю количество это потом решаемо базовые вещи которые нужны на конвейер могут написаться здесь нам нужно железо сталь медь и смазка конструкции малой плотности мы уже в готовом виде по сути можем доставлять на орбиту так что ничего сложного в этом нет берем и доставляем электродвигатели к сожалению на орбиту не доставляется он также как электросхемы а вот ракетное топливо я бы тоже не отказался от доставки на орбиту но не в приоритете то есть я хочу чтобы у меня вот здесь вот где-то скажем будут размещены в ряд космические пушки которые бы доставляли предметы и вот так вот здесь будут стоять космические пушки уже потом с логикой как-нибудь я пока к сожалению не знаю как именно здесь должно все это организовано быть допустим я сделаю так чтобы сюда капсул доставочные пушки доставлялись всегда но запуск организовывать пока что я не хочу вернее не хочу с этим торопиться у меня здесь есть такая классная вещь как сигнал ресивер то есть приемщик сигнала и по идее это штука должна как бы принимать и отдавать логический сигнал если я все правильно понимаю сейчас мы будем разбираться как это все происходит не в любом случае придется я думаю несколько раз летать туда-сюда обратно так что не пережевываем за эту тему особо так в любом случае я ставлю здесь погрузчик но не знаю насколько он будет эффективен и хочу попробовать сейчас схему на сравнивающем комбинаторе будет ли она работать в нужном объеме но пока запускать эту схему не буду здесь условия включения то что красный сигнал равен единице у каждой пушки будет свой сравнивающий комбинатор и я хочу чтобы здесь сигнал ресивер принимал общее количество предметов в нашей системе и отталкиваясь от этого будет включать или выключать сравнивающий комбинатор а для того чтобы нормально организовать его состояние мне сейчас нужно слетать туда и уже там организовывать все остальное я пока что не знаю как это все должно происходить и где именно но допустим вот здесь вот будет какое-то небольшое пространство для маневра у меня сундуки доставочные пушки у меня не хватает для них ингредиентов к сожалению а почему мне не хватает не хватает бетона а бетон мне кончился какая досада ладно у меня вот здесь вот есть уже готовая доставочная пушка которую я мог бы использовать у меня здесь всего два сундука доставочной пушки мне кажется этого будет конечно маловато но и от этого количества будем пытаться отталкиваться как-то примерно вот так вот я хочу чтобы они были размещены не знаю стоит ли у каждой делать свой собственный склад но я пожалуй сделаю а уже и дальше из колдов будет идти развилка предметов и сейчас нужны вот такие вот белые конвейера я знаю то что прекращу производством кстати пока я здесь я должен сказать то что сделал перерасчет предметов я долго сидел размышлял в итоге у меня вот здесь вот такая вот таблица количество бочек количество предметов необходимое для производства и если мы будем считать вот по этому количеству то такое количество предметов необходимо для производства двух с половиной тысяч исследовательских пакетов будем надеяться что я прав и плюс минус такие результаты сейчас конечно же я все эти результаты собью у меня здесь получится дисбаланс из-за того что я стыбзил некоторое количество предметов но я думаю ничего страшного вроде я настроил Вот так, чтобы из пушки выходили предметы. Потом, если что, у меня вот здесь есть еще место, где я мог бы вот так вот выводить отсюда предметы. Так что я думаю, этого количества вполне хватит. И сигнал вот с этих складов я должен поставлять на землю с помощью вот такого вот трансмиттера. То есть передатчика сигнала. На него сигнал доходит, но очень мало питания из-за того, что здесь в принципе мало питания. Надо, кстати, эту проблему тоже решать. Давайте дадим новый канал. И он потребляет 10 мегаватт, что в принципе не хватает на все производство. Жесть. Нужно будет сюда отправиться в следующий раз с солнечными панелями. Хотя у меня есть какое-то количество, я мог бы их здесь разместить. Или дело в том, что сейчас ночь. Не особо понимаю. Там пока ситуация с панелями пока что решается. Там не очень быстрый процесс идет, конечно, но ладно. Так, вернемся сюда. Теперь я хочу, чтобы этот канал тоже назывался Орбит. Теперь эти два канала, надеюсь, соединены и нормально работают. И теперь, если я все правильно настроил, мы должны будем здесь видеть разное количество предметов. Пока мне не особо понятно, почему я этого на данный момент здесь не вижу. Сейчас, надеюсь, все это разъяснится, как только мы туда долетим обратно. Ну ладно. В любом случае, я сделал здесь все, что мог, все, что планировал. Сейчас, конечно же, я все еще раз перепроверю и будем улетать обратно. Давайте сделаем здесь условие, что если там, на орбите, конструкции малой плотности больше или равно, для проверки, двумстам, то вот этот конвейер должен включаться. Меньше или равно двумстам, все правильно. Опа. Опа. Он выстрелил два раза. Здесь сто предметов. Меня радует скорость разгрузки. Меня напрягает то, что это до сих пор все работает. То есть, почему-то сигнал-трансивер не перестал подавать сигнал на склад. И до сих пор космическая пушка продолжает стрелять. Я сейчас в ручном режиме развернул конвейер, конечно же, но что-то явно ненормальное. И, возможно, я что-то делаю не так. С момента последней сказанной мной фразы прошло достаточное количество времени. Я разобрался в причинах, почему не работали здесь нормально наши сигналы. Сейчас, к счастью, все работает. Я уже вижу в системе необходимое количество сигналов. Либо это было из-за того, что у нас не были обновлены моды, либо это из-за того, что здесь не хватало энергии. В любом случае, в два этих пункта я исправил. То есть, достроил первым делом здесь небольшую электростанцию. Здесь она функционирует. У нас здесь стало побольше энергии. Конечно, все равно ее очень мало, но, тем не менее, она уже здесь есть. А также, мною были обновлены моды, из-за чего здесь, возможно, что-то пойдет не так. Но я буду надеяться, что все окажется наилучшим образом. Итого, у нас, получается, здесь стоят сундуки. Здесь стоят сундуки доставочной пушки. Все это соединено логическими проводами. Все это по первому каналу идет. Получается, заставляется на суда. Здесь провод идет через сравнивающий комбинатор. И он сравнивает количество предметов. Что я сейчас только что сделал? И он сравнивает количество предметов, которые находятся вот во всех этих сундуках. И если вдруг там будет не хватать какого-то типа предмета, то обязательно эта пушка будет доставлять туда предметы. Работает это, конечно же, не в идеальном формате. Прежде чем эта пушка перестанет подавать туда предметы, пройдет какое-то количество времени, и это все работает, опять-таки, не идеально. И она будет продолжать туда отсылать. Допустим, я здесь себе поставил 4000 предметов как отмашку. То есть мне там, в принципе, этого количества должно хватить по моим расчетам. Но он перестал, на секундочку, когда у него стало 4200. Чем меньше предметов в стаке, тем это работает лучше. Здесь, например, я поставил 1000 предметов, соответственно, он 1000 предметов и доставил. И так мне предстоит сделать еще с кучей доставочных пушек. Я мог бы, конечно же, я мог здесь сделать не такую систему, а сделать доставку в один доставочный сундук. Но при этом мне нужно было бы в обязательном порядке организовывать сортировку. Я это делать не хочу, я лучше перестрахуюсь. Бось, лучше, у меня больше пространства будет занято. Но это будет более, как по мне, эстетично. Сейчас, допустим, я поставлю здесь быстрый погрузчик, и вот эта пушка должна начинать работу. На ее примере мы должны все это отрегулировать. Я поставил пока что 1000, ну не знаю, насколько 1000 предметов в виде бочек с топливом должна нормально работать. И теперь я должен, получается, здесь в клубах нажать. Да, именно. Пушка пошла стрелять. То же самое я сейчас сделаю с вот этими бочками. Ну и, соответственно, со всем остальным тоже мне нужно сделать нечто подобное. Есть вещи, конечно же, которые меня сильно здесь смущают. Например, скорость отправки доставочной пушки. Я уже думал об этом, и мне пришла в голову одна гениальная идея. Я могу вот здесь вот, по сути, разместить еще большее количество пушек. Конечно же, это будет не так эстетически красиво выглядеть, как мне хотелось бы. Но, тем не менее, это бы смогло решить проблему. Сейчас я вынужден отправляться, конечно же, к нам туда, на орбиту, и доставлять там необходимые сундуки доставочной пушки. Их там очень малое количество. Для этого мне нужно еще подготовиться, и здесь, по сути, их 4 штучки разместить вместе со всеми складами. Прикольно, кстати, приземляются эти доставочные элементы. А вот об этом я не подумал. У нас сталь не подключена к системе, и сейчас, возможно, произойдет коллапс. Нет никакого предохранителя здесь. И в любом случае, если вдруг что пойдет не так, допустим, электричество на базе кончится или что-то еще, я никак не застрахован от того, что пушка продолжит доставлять туда предметы вопреки всем логическим условиям. Но все же будем надеяться, что все обойдется и все пойдет по плану. Также я хотел сказать, что я немножечко переделал вот здесь вот систему по созданию вот этих вот платформ, которые здесь размещаются. Потом мне нужно будет побольше разместить вот этих дрон-станций и зону обхвата, чтобы я мог продолжать расстраивать всю эту территорию в безграничных объемах, и как мне это нужно. Но сейчас я подготавливаю все необходимые ресурсы и отправляюсь на орбиту. И, видимо, в этот раз я здесь прям реально надолго. Мне предстоит прям нереально много здесь построить. И будем надеяться, что все пройдет наилучшим образом. Если так посмотреть, то по скорости передачи вот этих космических погрузчиков мне хватает. И надеемся, что так дальше и продолжится. Очень хорошо, что я могу всеми этими космическими пушками управлять прямо отсюда, прямо с орбиты. И это очень даже замечательно. Ну, конечно же, общее количество предметов в стаках мне придется регулировать. Там будет обязательно плюс-минус километр, но это уже посмотрим дальше по обстоятельствам. Так, а вот это что-то явно ненормальное. Так, стоять. Я выбрал, видимо, координаты неправильные, из-за чего тут происходит крушение систематически. Надеюсь, сейчас-то я все нормально указал и проблем не должно быть. Ресурсы все складируются в нужных мне масштабах. Они постепенно сюда прилетают, и это невероятный успех, поскольку теперь у нас на базе есть постоянное количество необходимых ресурсов. Это ура и это победа. Останется только решить несколько проблем, в том числе и с электроэнергией. Я не знаю, как здесь делать ядерку, учитывая, что ядерка, по сути, представляет постоянное испарение жидкости. А жидкости здесь, как ни странно, в диком дефиците. И как пока с этим быть, я пока не имею ни малейшего представления. В любом случае, я думаю, мы будем пытаться как-то выходить из этой ситуации. Тут шина, конечно же, будет отличаться. Я ставлю себе здесь заделки по то, что потом в будущем у меня, возможно, будет большее количество линий конвейеров на нужных масштабах. Но пока мы сделаем именно таким образом. Сейчас главное, что все эти склады объединены в единые линии. Так, давайте сделаем на всякий случай вот так вот еще, чтобы контролировать необходимое количество предметов в логистической сети. Я вижу то, что пока что все идет плюс-минус так, как мы и задумывали. И это меня безумно радует. Первое и основное, что я хочу сделать в плане производства здесь, это производство вот этих вот космических конвейеров. Но для их производства нам нужны электромоторы. Мои любимые электромоторы, которые я сейчас вынужден буду здесь создавать. В любом случае, мне вот это все придется сносить. Во-первых, это некрасиво выглядит. Во-вторых, это очень временный вариант. Но строительство мне нужно начинать вот от сих пор. Здесь все-таки это строительство как-никак начинается. А для того, чтобы его вот отсюда начинать, нужно очень много конвейеров. Процесс этот будет явно небыстрый. Дидыщ, и еще небольшой таймскип. И наша база на астероиде выглядит примерно вот таким вот образом. То есть, первое, что я сделал, это доразместил и доразобрался со всеми этими системами. То есть, у меня здесь есть вода, смазка, все остальные необходимые предметы. Помимо того, что они сюда доставляются, я принял решение, что они необходимы будут еще и по месту. В связи с чем, я на базе организовал вот такие вот себе небольшие цеховые блоки. Допустим, вот этот вот отвечает за доставку меди на нашу базу. Тут стоят трансмиттеры и доставочные пушки. Если, допустим, у нас на базе, например, вот в этом месте, есть острая необходимость в гигантском количестве меди. Соответственно, я это гигантское количество здесь и удовлетворяю. То есть, все эти четыре пушки вот в этой линии отмечены на одно место. Следующие четыре пушки на другой и так далее по мере необходимости. Эта система без вопросов очень хорошая и во многом может мне помочь. Но у нее есть все-таки свои недостатки, как минимум в скорости подставления сюда ресурсов. Систему, которую я использую вместе с этой, лишена таких недостатков, по крайней мере, на мой взгляд. И ее можно масштабировать в нужных нам масштабах, что позволит нам не испытывать здесь потребности в необходимых ресурсах. Моя основная здесь задача была сделать нормальную автоматизацию добычи конвейеров. И мне пришлось реально несколько дней сидеть и заниматься этим. На это потребуется реально какое-то колоссальное количество времени. Первое, чем я занялся, это производство и автоматизация вот этих электродвигателей. Когда я ее построил, в принципе, здесь все легко. Сюда поставляется железо, с помощью вот этого цеха, с помощью вот этого сюда поставляется медь. И здесь производятся электродвигатели. В принципе, ничего сложного. Даже, по сути, вот эта шина остается незадействована. Но, когда я ее достроил, столкнулся с проблемой, что не хватает электроэнергии. Поэтому я здесь был вынужден построить еще гигантское количество солнечных панелей за неимением лучшего. Хотя, по сути, я мог бы, наверное, питать это все углем. Угля там дофига и нужно было его куда-то девать. Но пока не будем думать об этом. Дальше я решил, что реально нужно будет гигантское количество микросхем. В связи с чем я построил вот эти три огромных цеха. Медь сюда вот дубовставляется, сюда вот она распределяется. А здесь, со своей стороны, поставляются у нас обычные каменные кирпичи. В свою очередь, которые превращаются в каменные пластины. Сейчас я вот эти два цеха запускаю. И на зеленых микросхем теперь у нас будет очень много. И я этому рад. Эти два цеха будут для собственных нуж и для следующих производств. А вот этот цех целиком предназначен для этого цеха красных схем. Красные схемы идут целенаправленно на синие. Ну и, соответственно, приемлемый крафт, который мы с вами неоднократно проходили. Все это до ужаса просто. Я согласен с вами. Но все трудности связаны с тем, что мы в вакууме находимся. Сюда нужно как-то доставлять ресурсы. Мне приходилось неоднократно туда-сюда обратно летать. Налаживать определенные процессы, выстраивать логику производства и на отлаживание всех этих процессов требуется колоссальное количество времени. Я вот вижу здесь, допустим, испытываются проблемы небольшие. С тем, что малое количество меди сюда поступает. И вот случается та проблема, о которой, в принципе, я и говорил. То есть сюда не успевают ресурсы пушками доставляться. И как я погляжу, всего здесь две пушки работают. Логическая схема называется зеленые схемы. Так, где-то меня подъедают. Почему здесь они начали спамниться вот в таком вот наглом режиме, я не, непонятно. Сейчас надо этот вопрос в приоритете решить, конечно же. Хорошо, что есть автоматический поиск, который может все это уничтожать. А, ну, понятно, почему все мои работы не так, как мне нужно. Это одни из первых пушек, которые, в принципе, здесь запускались. И вот эти вот быстрые конвейеры здесь не до конца дошли. Цель здесь какая? То есть у нас здесь есть место для разгрузки. Четыре линии конвейера идут и четыре космические пушки. Каждая работая на независимой друг от друга логике, пускает ресурсы на орбиту. А остановка выпуска ресурсов останавливается по остановке конвейера с этими ресурсами. И надеюсь, так это и должно работать. Вроде я все там исправил, и сейчас медис должно нормальное количество здесь воспроизводиться. Самая большая проблема была вот в этом цеху, где нужно было производить электронные компоненты. Как вы понимаете, их я доставлять сюда не могу. Мне пришлось доставлять вот в этот сундук доставочной пушки три компонента. Кремень, стекло и пластмассу. Почему стекло доставлять сюда можно? Оно испытывает перегрузки и не лопается, а сами электронные компоненты сюда доставлять нельзя. Мне непонятно категорически. Хорошо, что мы вот такой вот малой кровью смогли обойтись. И по сути, цех с электросхемами здесь успешно собран и успешно работает. Здесь находится небольшое производство космических труб, с помощью которых я доставляю необходимый сюда ресурс в виде серной кислоты. Мне пришлось ради этого сделать здесь еще один такой цех с бочками, где я уже доставляю сюда серную кислоту. И здесь серная кислота в бочке упаковывается. Потом вот через всю вот эту вот карту сюда на эту станцию разгрузки доставляется. Серная кислота вот сюда вот погружается и в свою очередь уже доставляется на орбиту, где происходит стандартная распаковка. В принципе, как вот с этими двумя бочками с жидкостями и доставка этой серной кислоты прямиком вот в этот цех. В принципе, вот такая вот схема по разгрузке жидкости меня более-менее устраивает. Я могу избавляться от всех ненужных бочек и они сразу отправляются на Землю практически. К сожалению, почему-то нельзя пустые бочки отправлять с помощью космической пушки. Если бы можно было, то я обязательно бы этим занялся. Ну и по сути у нас практически все готово для того, чтобы мы вместе с вами могли воспроизводить космические конвейеры в необходимых масштабах. У нас есть синие микросхемы, все необходимые ресурсы на линиях шины и это самое главное. Но я думаю этим и многим чем еще мы займемся уже в следующей серии. И напоследок, я конечно же забыл сказать то, что мне потребовалось здесь делать вспомогательное производство электродвигателя. Я все-таки его организовал, все-таки его сделал. Я давно должен был его сделать, но тем не менее оно здесь появилось. Ведь электродвигатели, как ни странно, нужны везде и всюду. И острая нехватка их вынудила меня буквально их здесь делать производство. На эту серию было гигантское и колоссальное количество сил потрачено. Я понимаю то, что большая часть того, что делали мы здесь, было уже когда-то сделано. И на это смотреть в какой-то степени от слова совсем не интересно. Поэтому было сделано то, что сделано. В таком случае, пожалуй, пока что на этом все. В следующей серии мы будем продолжать развиваться. Пока достраивалась база, я изучил все необходимые технологии. И нам кучу-кучу всего интересного предстоит еще изучить. Можно сказать то, что мы уже практически готовы переходить к новым видам изучения. И я надеюсь, что это мы начнем уже делать в следующей серии. Ну и в таком случае, пожалуй, пока что на это все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона благословида. Ваш покушенный слугой Маморо. Еще услышемся. Услышимся.